Один детский садик хорошо, а три еще лучше. Но вот построить их сжатые сроки задача не из простых. Именно поэтому каждую неделю руководитель районной администрации Алексей Валов выезжает на места, где в скором времени откроются новые дошкольные учреждения. Основная цель проверить, как идет строительство и выяснить, не отстают ли рабочие от заявленных сроков. Первый на очереди, как всегда, детский сад в первом советском переулке. Здесь строители уже готовы приступить к закрытию контура и обещают справиться с этой задачей до новогодних праздников. До 20-го не успеем, но к самому новому контуру закроем точно. Закончим полностью понолить, сейчас уже устанавливаем оконные блоки. Наружную кладку уже видим даже на втором этаже. Первый практически весь выложен. Сегодня уже принимаем бетон на третий этаж вертикальной конструкции, колонны, стены. И в принципе это этаж последний. Аналогичная ситуация в двух детских садах на территории сельского поселения Медвежье-Озерское. Здесь строители также работают над закрытием контура. Алексей Валов предположил, что дошкольные учреждения смогут открыть свои двери для детей уже весной. А пока, раз строители не укладываются до 31 декабря, необходимо пересмотреть финансирование на следующий год. Ведь учреждения строятся на областные деньги по программе губернатора нашей Подмосковьи. Сейчас будем пересматривать, как бы перейти на следующий год с финансированием. Я думаю, что те два месяца, которые мы выберем, январь-февраль, марте сдадим. Помимо садиков в Медвежье-Озерском Алексей Валов также посетил будущий спортивный клуб. По словам главы поселения Владимира Канахина, уже к Новому году здесь откроются секции бокса и самбо. А 5 января на территории клуба пройдут первые соревнования. Руководитель районной администрации поблагодарил главу Медвежье-Озерского за инициативность и выразил надежду, что поселение и дальше будет развиваться активными темпами. Последним пунктом в поездке Алексея Валова стало общежитие в Первом советском переулке. Жители дома 30, корпус 2, пожаловались на постоянную сырость в подвале. Руководитель администрации лично проверил состояние подвальных помещений и пришел к выводу, что под душевыми кабинами отсутствует необходимая гидроизоляция. Он пообещал, что в следующем году в доме обязательно будет проведен ремонт мест общего пользования. Управляющий компанией, который следит за состоянием общежития, Алексей Валов поручил с особым вниманием следить за ситуацией в подвале и оперативно реагировать на жалобы жителей. Мария Смирнова, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».